ВУЛКАН 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 Ну, в принципе, я немножко не о том хотел поговорить. То есть, надоело читать определение. Вулкан — это дырка в земной поверхности, из которой может изливаться лава. То есть, это достаточно скучно. Я хотел бы о двух вещах сегодня поговорить. Первое. Чем взгляд геолога отличается от взгляда негеолога? Вот интересно, что я вчера принимал зачет по МФК в МГУ. Это межфакультетский курс. С разных факультетов ходят люди на лекции. И потом принимаешь зачет. Вот я мехматянина отличаю с первого взгляда. Причем это люди не те, которые отличают. На самом деле, удивительно, отличаю их по потерянной логике. У них просто отсутствует вот такая обычная житейская логика. То есть, они совершенно феноменальные. Зато могут какие-то схемы рассказать, почему они не принесли домашнее задание и так далее. Вот. Вот биологов отличаю. Геологов отличаю. И вообще интересно. Обычно люди в курилках рассказывают, чем девушки отличаются от мальчиков. А я вот хотел бы, чтобы вы задумались, чем геологи отличаются или вулканологи отличаются от других людей. Может быть, удастся это, как бы... Ну, если что, посмотрите на мою майку. Кто заметит первый, в чем там фишка. Хорошо. Есть шанс стать геологом. Значит, вот слайд первый. В принципе, самый частый вопрос. И то, что мы знаем и не очень знаем. А сколько активных вулканов на Земле? Вот любая юная журналистка с микрофоном бежит на перерез и спрашивает. Павел Юрьевич, а вот сколько активных вулканов на Земле? Ну, в каталоге вулканов сейчас порядка 1500. Записано это смецениановский каталог. Но на самом деле, само по себе, понятие количества активных вулканов зависит от определения. А что такое вулкан? А главное, что такое активный вулкан? Вот об этом мы сегодня говорить не будем. Я хотел вам показать маленький график, который... А указка есть? Для мышки можно? Мышка. Вот мышка. Значит, вот на этот синенький график, где показана страшная картинка. Вот это, кстати, второе, что я собираюсь сегодня. Осветить я буду... Вот такие вот страшные мифы, значит, я их отсортировал по страшности. Вот мы начнем с минимально страшного. И это все по мотивам общения с журналистами. В мире увеличивается количество извержений. Обратите внимание. Все больше, больше и больше. И вообще скоро зашкалит. Вот здесь вот картинка кончается 1990 годом. Но если мы продлим эту картинку, то тоже будет увеличиваться количество извержений. И обычно вот женщины с Алтая спрашивают, а что делать, что делать, куда бежать? Вот мы надежно спрятались на Алтае, если будут вот сейчас... Если сейчас все вулканы мира заработают. Я говорю, очень надежно. Значит, на самом деле что следует от этой картинки? Это вот взгляд обывателя. То есть в мире увеличивается количество вулканов. Очень ясна демонстрация, в смысле, количество извержений. На самом деле нет. Увеличивается количество регистрированных извержений. И очень хорошо этот же прямо график демонстрирует. Это, видите, два провала. Первая мировая война и Вторая мировая война. Это что, на время войн природа сказала, что все, достаточно огня, и вулканы сказали, что мы больше не извергаемся. Да? Нет. Это просто людям было некогда их регистрировать, эти извержения. Поэтому, как бы, это одно доказательство того, что мы видим здесь, как бы, наведенную картину. А второе доказательство, это вот этот зеленый график, где показано, что крупных извержений, которых невозможно не заметить, их столько же, сколько и было. Независимости от войн и всех остальных факторов. Вот, опять же, только что я сюда шел, мне позвонили с Россия-24. Срочно нужно давать интервью. Бросайте вашу лекцию, езжайте к нам на телевидение. Дайте интервью по поводу... Они не смогли назвать вулкан Кампли-Флегрея рядом с Неаполем, но, в общем, они имели в виду его. Сейчас вот он извергнется или нет? А была тут срочная информация, что начал извергаться вулкан. На самом деле, в мире извергается постоянно, постоянно. Вот в данный момент, я не знаю точно числа, но я готов спорить, что 25 вулканов сейчас извергаются. Вы можете назвать хотя бы один из них? Ну вот, я знаю людей, которые могут назвать, да? Киллое, скорее всего, на Гавайях. Питон де ля Фурнеза в Индийском Отеане и так далее. То есть, есть вулканы Стромболи в Италии, есть вулканы, которые извергаются тысячелетиями, но почему-то о них не говорят. А то, что узнали журналисты, это беда. Так это сразу обрастает какими-то удивительными деталями и дальше сливаются в разные телевизоры, радио и другие медиасредства. Хорошо. А, и вот третье, что я хотел сказать, спасибо организаторам за то, что пригласили. Две вещи я узнал, придя сюда, что у меня 30 минут на селекцию, а второе, то, что здесь нет HDMI кабеля, поэтому все мои заготовленные красивые анимашки, они пройдут, значит, на моих жестах. Вот, в принципе, вы можете скачать программу, очень симпатичная, ее школьники очень любят. Она у меня есть вот на компьютере, я ее могу запустить. Это каталог вулканов и землетрясений, в, как бы, записанных во времени, он еще со звуком, там, треугольнички. У кого зоркие глаза, тому повезло. Значит, видно, что треугольнички – это извержения, кружочки – это землетрясения, что они по времени не связаны, но они все время происходят в одних и тех же местах. Они происходят на границах плит. И вот если мы за ними долго наблюдаем, а здесь статистика с 65-го года, то мы четко видим, где у нас границы плит. Ну, иногда четко видим. Ну, часть предсказуема. Часть предсказуема. Это вот то, что формирует Тихоотеанское огненное кольцо. Курилы, Камчатка, Япония, Изубанин, Филиппина, Тонго, Кермодек и так далее, и так далее. Значит, с американской стороны – это Кордильеры, Анды. Значит, это понятно. Значит, про часть, наверное, тоже вы слышали, что в Исландии североамериканская плита отползает от европейской. Это неправда, но, тем не менее, там тоже есть граница плит, она другого плана. И в Исландии-то да, но куда она продолжается? Видите, она формирует Срединоатлантический хребет. Оказывается, что вот Срединоатлантический хребет соединяется здесь с другим хребтом, да? Вот переходит в Восточно-Тихоотеанское поднятие. Вообще все Срединоатлантические хребты соединены между собой. Значит, тоже граница плит. Наверное, вы догадывались, что есть какие-то границы между Европой и Африкой, между, скажем, ну вот как бы по Кавказу, да? Тут трудно сказать между чем и чем. Значит, вот как бы это общая картинка. А вот причина этого, она в другом. То есть, как бы, то есть причина вулкани... Вот смотрите, очень часто говорят... Вот когда вы... Хорошо, давайте так. Вы видите... Сейчас я выключу это дело, чтобы... Мне-то слышен звук, я не знаю, как вам. Значит, вот как обычный человек смотрит на эту картинку. Он решает, ага, землетрясение вызывает извержение. Обычная, ну то есть нормальная логика вроде бы, да? Но совершенно неправильная. Тогда я говорю, нет, неправильно, товарищ Смехмата. А тогда мне говорят, о, нет, наоборот, я все перепутал. Извержение вызывает землетрясение. Ну как же лава, значит, поднимается, там пусто, и все обрушается, и все, значит, все трясется. Тоже неправильно. Буквально, вот я вчера читал интервью одного уважаемого академика, который вот так себе представляет связь извержений и землетрясений. Связь в другом. У землетрясений и у извержений единая причина. Ни одно не является следствием другого. Просто оба этих явления следствием того, что у нас на земле есть некие процессы по перемещению вещества. Значит, я не помню, а вот если я сюда, да, давайте мы упростим лекцию, у меня всего полчаса. Значит, связано это с тем, что что-то куда-то перемещается. И самая простая схема такая, есть конвекция в мантии, причем это очень хитрая конвекция, это отдельный вопрос. То есть это конвекция, ну, кстати, мы в Мессиси, представляете себе, сталь, да, может течь, вроде бы твердая, но она может течь. Вот мантия тоже в земле, она твердая, но может течь. Это твердая, за счет твердопластических деформаций она перемещается со скоростью сантиметра в год. И за счет этого, вот если что-то куда-то перемещается, существует три главных зоны, где образуется магма. И потом, соответственно, там могут быть вулканы и могут быть землетрясения. Это землетрясение за счет перемещения. Понятно, если что-то куда-то перемещается, то что-то трясется. Вот троллейбус по Ленинскому проспекту едет, значит, и он трясется, и земля вокруг трясется. Если плита едет, а она мощностью 80-100 километров, 80-100 километров, то, естественно, если она соприкасается с другой плитой, возникают землетрясения. А вот извержения возникают за счет того, что создаются три зоны с условиями, где формируется магма. Это срединно-оттенические хребты за счет восходящих диапиров, это называются мантийные диапиры, с более высокой температурой. И дальше за счет понижения давления происходит адиабатическое плавление. Второй, значит, такой зоной является вот эта зона субдукции, где холодная, наоборот, плита погружается, прогревается, отдает воду, которая попадает в вышележащую мантию, и вот эта вода помогает этой мантии плавиться. А вот третье здесь не нанесено. Значит, вот третье останется тем, что геологи будут отличаться от простых людей. Значит, что доказывает вот такие перемещения и такие процессы? Вот смотрите, вот это карта Атлантического океана. Вряд ли кто-нибудь ее узнал с первого взгляда. Вот если приглядеться, здесь написано Северная Америка по-английски, здесь написано Европа на том же языке, Африка и Южная Америка. Да, вот контуры континентов. А вот, значит, все не вулканическое покрашено в серые цвета, а вулканическое или рядом вулканическое покрашено в цветное. Во-первых, что мы можем сказать, что дно океанов сложено в основном вулканическими породами, значит, здесь где-то много было вулканизма. А второе, что мы можем сказать, вот здесь вот по возрастам красное наиболее молодое, зеленое, ну, желтое, потом зеленое, и синее самое старое. Синее порядка 170-180 миллионов лет назад сформировалось. И тогда, значит, мы на эту картинку смотрим другими глазами. Где у нас самый ожидается, вот сейчас вулканизм? Вот вдоль осевой зоны Срединоатлантического хребта, правда? Там самый молодой. Значит, а здесь вот в другом океане, несмотря на то, что там есть вулканические породы, но они сформировались не сейчас, а давно. А что с ними стало? Они друг от друга уехали. То есть вот это вот, собственно, зона спрейдинга, когда одна, то есть здесь формируется новая плита, она не американская, не европейская, она океаническая плита, соответственно. И они друг от друга отъезжают. За счет мантийной конвекции поднимается мантийный диапир, плавится, дает новые порции магмы, которые позволяют сформировать следующий кусочек океанической плиты. Вот такая фабрика по производству океанических плит. А теперь давайте посмотрим на самые старые породы. Вот самые старые породы, они не по всему океану, они только в районе Северной Африки и вот здесь вот в районе Флориды, юрские. Это что значит? Что 170, допустим, миллионов лет назад, значит, не было никакого Атлантического океана. А вот он начал зарождаться где-то вот примерно в юрское время. И он начал зарождаться именно вот в этой центральной части. Что интересно, что он начался с большого вулканического события. Здесь в Африке есть вулканические породы и здесь сопряженные есть, собственно, но они, правда, сейчас они почему-то в Южной Америке. Плато Парана. То есть, вот, собственно, вот они и с чего начался Атлантический океан. С большого извержения, которое позволило, вернее, с большого перемещения какой-то области мантии, которое дало извержение и начало вот это движение по отделению Америки от Европы и Африки. Хорошо. А где самый молодой океан? То есть, получается, что началось здесь в центральной части, потом Атлантический океан начал как бы раскрываться на юг, да, то есть вот это южная сторона. А вот посмотрите, вот то, что мы говорим, Исландия, там активные вулканы. Посмотрите, какой молодой Атлантический океан здесь. Он даже еще не до конца раскрылся, там даже по глубинам видно, что еще не достигли, значит, дно не достигло тех глубин, которые характерны для океана. И здесь породы совсем молодые. И Исландия, на самом деле, очень молодая. Самая древняя порода в Исландии, которую я знаю, порядка трех миллионов лет. Да, то есть это практически ничто по идеологическим меркам. Откуда началось, где ждать вот это начало раскрытия океана? В Шотландии и здесь в Гренландии. Очень хорошие вулканические породы. Хорошо, как выглядит дно океана? Примерно, ну в смысле, дно океана выглядит по-разному, потому что там сначала вулканические породы, а потом сверху это еще все-таки закрывается хоть небольшим количеством осадков, но все-таки какими-то глинками, там еще чем-то. Вот в основном вот так, вот такие вот сосульки. Я могу показать это более крупно. Вот это, значит, верхняя, у меня плохо движется эта мышка. Вот эта картинка, это так называемые подушечные лавы, это в Новой Зеландии. И что мы видим? Что лавы вот такими подушками, это лавы. Они подушками, а между ними осадочные какие-то породы, там заполнение, что-то. И вот здесь вот такие корочки закаленные из стекла. Вот так вот мы выглядим, вот так это выглядит в подводных условиях. То есть вот это, это просто, как это сказать, стенка карьера в Новой Зеландии. Значит, вот это, это уже подводная съемка. Видите, здесь такие красивые звезды, да, значит, и мы видим такие же подушки. И вот даже рука манипулятора подводного тоже держит такую подушку. Вот я хотел вам показать, как это, а может получится? Сейчас попробуем. Чем, черт не шути? Нет, не получится. А как запустить? Может быть, вот как, как кликнуть? А, вот, нашел. О, смотрите, получится. То есть, чем, вот, если вы смотрите на подушки, естественно, у вас ассоциации с какими-то пузырями и так далее. На самом деле нет. Значит, вот эти лавы подводные, они имеют другую реологию. Реология – это способность к течению, свойства текущей жидкости. И главная их проблема в том, что у них очень быстро закаливается корка, то есть она становится твердой, а внутри все еще жидкая. И вот, скорее, я бы сравнил это с шлангами. Вот представьте себе шланг, который сам себя наращивает. То есть, лава попадает в, вот видите, ласта кинооператора показалась. Значит, лава течет под водой, то есть попадает, но вода-то холодная, за счет теплообмена сразу на лаве образуется корка. Но внутри-то вот этого, вот того, что втекло горячо, она продолжает течь, там напор, она прорывает свою собственную корку и течет дальше. И за счет этого образуются вот такие шланги. На самом деле, вот это – это не подушки, а поперечные разрезы шлангов. А вот люди, которые раньше на это смотрели, ну, очень такой старый устоявшийся термин – пилову лавы, а пилову по-русски переводится как подушка. Вот строение этих подушек, которое доказывает, опять же, мою правоту, ну, и правоту геологов. Видите, все подушки имеют зональное строение, то есть вот это – это уже корка, а вот здесь, в центральной части этой подушки шланга, еще текла лава. Когда она перестала течь, она за счет кристаллизации, за счет застывания, видите, образовала здесь такую полость, усадочный пузырек. А на самом деле, вот на Гавайях сегодня, я так понимаю, покажут вам, там пещеры такие есть за счет таких вот усадок. И вот разница, посмотрите, вот эта часть представлена в основном стеклом, ну, это вулканическое стекло, немножечко от оконного отличается. И это самый край подушки, который быстро застывал, видите, здесь никаких кристаллов еще не успело вырасти. А вот эта центральная часть той же самой подушки уже практически раскристаллизованная. Хорошо, значит, это вот извержения, ну, то есть извержения бывают разные. Всегда, когда говорят вулкан, вот когда мне в детстве говорили вулкан, я представлял себе Фудзияму, красивую, или Тятю, где большая гора и где-то вьется дымок. Ну, в крайнем случае, какой-нибудь Везувий. На самом деле вулканы бывают очень разные, и вот как раз если мы говорим про срединно-океанические хребты и Исландию, как остров на срединно-океаническом хребте, мы можем там просто заснять, как это происходит. Открывается трещина за счет того, что одна, значит, вот, за счет мантийной конвекции в разные стороны, да, раздвигают плиты, открывается одна трещина, две трещины, три трещины, и лава просто начинает фонтанировать. Вот, в принципе, вот это тоже фильм. Сейчас мы попробуем. Нет. Здесь он не идет, к сожалению. То есть вот это фотография, а вот это фильм, как по трещине фонтанирует лава. И вот вы поняли, что в Исландии, по сути дела, срединно-океанический хребет выходит на поверхность Земли, и мы можем туда пойти, поехать и посмотреть, как извергается лава, и тоже она извергается достаточно часто. Ну вот, например, когда говорят, Исландия страна вулканов, в Исландии средняя частота извержения, одно извержение в четыре года. То есть надо четыре года прожить в Исландии, чтобы увидеть одно извержение. А вот, скажем, на Гавайях, оно там достаточно постоянно. Или гораздо проще поехать на теплые и оловые острова в Средиземном море, где тоже извержение происходит постоянно. Значит, вот, смотрите, Исландия. Вот это вот вулканы, которые извергались за последние 50 лет. Видите, четыре места, но я Гримсус не стал здесь отмечать, он вот здесь вот находится, он подо льдом. А вот вулканы, которые извергаются под водой. То есть Исландия, маленький кусочек, срединно-океанического хребта, случайно попавший над поверхностью океана. Причем попала недавно, всего 3 миллиона лет назад, до этого это были подводные. Даже полтора миллиона лет назад Исландия не была островом, она была под водой. А что хочу сказать. Вот вы посмотрели на эту картинку, говорите, ого, все ясно. Это отличается от взгляда геолога. Взгляд геолога по-другому на это смотрит. Ага, столько еще неизученного. Потому что понятно, что Исландия изучена достаточно хорошо. А вот, и даже вот эта часть хорошо изучена. А вот часть к северу от Исландии только-только начала изучаться. Видите, здесь очень мало каких-то знаков о том, что здесь есть вулканы. А вулканы там есть. Хорошо. Теперь немножко... Ну, то есть, вот первая страшилка была какой-то не страшной. Ну, подумаешь, извержение вулканов. А теперь, вот вулканы, хорошо это или плохо? Вот это самый первый из известных человечеств. Ну, то есть, рисунок, значит, который изображает вулкан. Примерно 8 тысяч лет назад. Что скажет взгляд геолога? Вы видите какой-нибудь здесь рисунок? Вот видите, здесь вот штриховочка. Ну, археологи... Это вот археологи утверждают, что это наскальный рисунок. Значит, вот это их... Значит, это археологи восстановили этот рисунок и раскрасили. Значит, по мнению археологов, вот это план деревни. А вот это вулкан. Видите, дымок и так далее. Ничего не могу сказать, я не археолог. Но, чем известно вот это место? Чаталь-Хуюк, оно читает, произносится в Турции. Значит, оно известно, что это первое доказанное место, где производили орудия из обсидиана. Ну, эти жертвенные там чаши, ножи. И, кроме того, они его, похоже, продавали. То есть, потому что вот эти ножи, изготовленные вот в этом месте, значит, потом находили практически по всему Средиземноморью. Вопрос. Вот хорошо или плохо жить в деревне и около вулкана? С одной стороны, плохо, страшно. А с другой стороны, можно делать ножи из обсидиана и продавать их по всему известному миру. То есть, люди с этого питались. Значит, вот другой пример. Это известная диалоги Платона. Платон известный товарищ, который был кому-то другом, а кому-то нет. Значит, а вот это остров, который описал Платон в своих диалогах. Вы знаете, он в форме диалогов общался с публикой. И он упомянул такое извержение типа Крокотау, которое произошло примерно в 16 веке, в 17 до нашей эры. И оно вызвало цунами в Средиземном море. И не просто цунами, а цунами, которое погубило несколько городов прибрежных. Современные вулканологи посмотрели, действительно, нашли следы этого цунами. И оценили объем этого извержения 60 кубических километров магна. Это очень много. Действительно, это вот если сравнивать с Крокотау, это в 4 раза больше, чем Крокотау. А Крокотау, знаете, это такое извержение, которое погубило много людей именно за счет цунами. А здесь в Средиземном море цунами, представляете, как все это было непросто. Кроме того, вот в этой части острова были раскопки и нашли потрясающий совершенно по красоте город, в котором есть фрески. И фрески показывают, вот опять же, взгляд пристальный, сразу даст вам заметить, что это вот корабли, богато украшенные, и что вообще это очень богатый порт, один из богатейших портов того времени на Средиземном море. Вот современные ученые, послушав Платона, согласились с ним и решили, что это что? Атлантида. Хорошо. Значит, вот тоже известное извержение. Оно называется пленианское извержение, потому что Плиний-младший описал, как его дядя Плиний-старший, адмирал римского флота, погиб, спасая какую-то римскую аристократку. Ну, в общем, история темная, но поскольку это такое одно из первых красочно описанных извержений, очень много всяких реконструкций. Кроме того, было захоронено несколько городов практически полностью, это Помпея, это Геркуланум, и понятно, что когда это все начали раскапывать, это вызвало бурю художественных вымыслов. Вот, например, картина Карла Брюлова «Последний день Помпея». Очень интересно, археологи сделали работу в последние лет 30 назад, да, они придумали, вот когда раскапывают, это же пепел, пепел рыхлый, вот, но кроме того, что он рыхлый, там есть какие-то пустоты. Вот они наткнулись на такие пустоты, они раньше просто раскапывали, ну, пустота и пустота. Они взяли, вот наткнулись на пустоту, раз туда гипса, залили, подождали, пока застынет, а потом раскапывают дальше. Оказалось, что это не пустоты, а тела людей, которые были и потом превратились в пустоты. И вот сейчас в Помпеях есть много восстановленных таких фигур, где сохранилось прямо ремешки на сандалях, да, то есть там, как одеты были люди. И позволяет восстановить, как все-таки это происходило. Страшная трагедия, страшная. Если верить Брюлову, весь город вообще в огне, все пропало. Если говорить глазами вулканолога, на самом деле, вот этот слой, вот этот слой отвечает за извержение, вот это пленянское извержение 79-го года нашей эры. Это вот такие мелкие-мелкие легкие камешки. Не могло за один раз там засыпать город. Помпея достаточно далеко от Везувия находится, то есть, как бы, да, был пеплопад, да, было что-то, но это не то, что засыпали, ну вот это не то, что вот сейчас вот потолок провалился, да, то есть это достаточно медленно накапливающаяся толща была. Кроме того, все люди, которых нашли, это не аристократы, ничто, это рабы, которых оставили на хозяйстве. Они местами привязанные были и так далее. Все позы говорят о том, что они не были, не были завалены, они задохнулись. То есть, вот эти мелкие камешки падали, они представляют собой такую интересную породу, лейцитовый фенолит, даже геологи не все знают эти слова, значит, которая очень богата летучими компонентами. И вот когда эти пепловые частички или там лапилевые частички падали, они падали и продолжали испускать вулканические газы. И в основном люди задохнулись от этих вулканических газов, а потом их потихонечку присыпало остальным пеплом. Это вот то, что касается Помпеи. В Геркул... Значит, никаких массовых там... То есть, еще в первом веке нашей эры кто-то предсказал это извержение, потому что Помпеи в основном были эвакуированы. Людей там практически не оставалось. Геркулану гораздо более страшные... У меня здесь нет слайда... Гораздо более страшные разрушения. Туда пришла перокластическая лавина или перокластический поток. Это огромные камни, которые как раз проламывали крыши, захоронило все в один момент практически. Отличие Геркулану от Помпеи в том, что Помпея потихонечку засыпала, а Геркулану практически за один раз. Чем это доказывается? С тем, что в Геркулану за счет того, что за один раз сразу все закрыло, там сохранились деревянные части сооружений, а в Помпеях нет. Понятно, да? То есть, разное извержение. Так вот, и в Геркулану не было жителей, которые погибли от этого извержения. Там были рабы, которых заперли в специальных клетках, и все жертвы — это вот рабы, которых заперли в клетках. Грубо говоря, если вот сейчас объявить какую-нибудь тревогу, да, воздушную, ну или там какую-нибудь, мы все встанем и пойдем мирно, тихо в бомбоубежище. Ну, кто-то быстрее, да, там какая-то паника может быть. Как вы думаете, вот, например, если у вас куртка в гардеробе осталась, вы ее там оставите? Вы не пойдете же за курткой? Значит, кто-то вспомнит про кошку, которая там на подоконнике скучает и побежит, а кто-то оставит кошку. Вот здесь точно такой же случай. Все жители, все римляне, которые, собственно, там были, они эвакуировались. Но кто-то забыл рабов, кто-то забыл коров, кто-то забыл еще чего-то. Примерно так вот взгляд вулканолога интерпретирует извержение 79-го года вулкана Сомма, да, потому что Везувия тогда не было. Посмотрите, вот это взгляд как раз из Помпеи, верхняя картинка, на вулкан, который все называют Везувией, а мы называем Сомма-Везувией. Почему? Потому что, вот смотрите, вот этот вулкан состоит из двух частей. Вот это вид из, нижняя картинка вид из Неаполя, верхняя картинка вид из Помпеи. Видите, вот такой воротничок, или вот здесь вот он хорошо виден, воротничок, да? Так вот до 79-го года был вот такой вулкан, и он назывался Сомма. Вот это, это Сомма, а Везувий, весь, вот это вот все, что внутри этого воротника, это новый вулкан, который начал расти уже после 79-го года. То есть извержение было не Везувия, а Соммы. Хорошо, значит, вот Помпея, вот Везувий или Сомма. Значит, если бы, вот действительно можно себе представить, что вот эта вся гора взорвалась и засыпала Помпея. Но она не засыпала Помпея, она взорвалась и пошла на Геркуланом, Геркуланом вот здесь. То есть вот эта вот перокластическая лавина, вот этот взрыв, он шел в эту сторону. Видите, вот даже отложения видны, вот этот изгиб, это вот отложение вот этой верхушки горы. Хорошо, то есть это вот, теперь страшилка. Вот страшно ли жить в Неаполе? Это вот снято как раз от дома моего приятеля, профессора вулканологии в Неапольском университете. Это вот с его балкона снято. Ну страшно же, смотрите, какой страшный вулкан. И вот это вот все, вот эта гора огромная, Везувий, вот она выросла за последние 2000 лет. А вдруг она еще раз взорвется? Или полетит в другую сторону. А вось не долетит, да? Как проверить? Это вот рассуждение, это вот то, почему я не пошел сегодня на этот самый Россия-24. Потому что им не объяснить. Значит, смотрите, вот сейчас вот это вот объявлено заповедником. Вот здесь селиться нельзя. Не селиться, не строить. Там такие красивые развалины. Там можно бродить. Единственное, зарастают джунгли. Вот. А вот это, собственно, 5 миллионов жителей находятся на такой территории здесь. И здесь действительно, здесь очень известная и богатая история. Вот это все, это туфы. Значит, все дома в старой части построены из туфов. Это вулканические породы, которые образуются вот за счет цементации пепла. И там есть желтые неполитанские туфы, белые неполитанские туфы и так далее. Вот это замок Святого Эльма, вот здесь вот, да, он тоже, вот там очень красиво. Там стены сложены из этих туфов. Потрясающе. Но только они не от этого вулкана. Не от Везувия, точно это мы с вами поняли. Но и не от Соммы. Они от вулкана, который вот в данный момент, вот если мы представим себя фотографами, он за спиной. И он вовсе не гора. Это система озер, там каких-то мелких горок, называется вот Кампифлегрея. Огромный вулкан, который извергается там в раз в несколько тысяч лет и засыпает вот все пеплами, мощностью там десятки метров. Так вот, вся вот эта долина, она засыпана извержениями того вулкана, который сейчас не гора. Так чего нам бояться, Везувия или Кампифлегрея, который там, или Иския, который вообще под водой. Вот вулканологи думают об этом. Значит, все остальные думают, какой красивый город Неаполь. В принципе, хорошо или плохо жить около вулкана, да. Вот я хотел такую картинку привести. Вот это вулканы Италии. Значит, они здесь разными значками показаны, но это не важно. Значит, вот я говорил про Стромболи, оно вот здесь вот в Иоловых островах. Вот, собственно, Неаполь, Везувий, Иския, Кампифлегрея. Вот они, три вулканчика, да. Значит, а вот смотрите, сколько еще вулканов. Когда мы говорим про Италию, поедем в Италию на вулканы, что первое? Везувий, второе это Этна. Этна здесь даже не влезла, она на Сицилию, вот здесь вот где-то. А оказывается, смотрите, вот Рим находится вот здесь, ровно между двумя вулканами. Вы об этом знали? Значит, один из этих вулканов называется Коли-Албания. Коли-Албания. Ну, по-русски это белые холмы, наверное, да. И выглядит он примерно вот так. Это вот, я сижу, это место называется Вилла де ле Фурнеза, Рока де Папа. Это поместье фамильное кардиналов Фурнеза, семейство. Там их фамильные склепы, там церковь и так далее, да. Это единственная вилла на борту вот этого озера. За исключением, вот напротив меня здесь мышка плохо работает, вот здесь вот. Вот это вот, это башня замка Гондольфа. Это летняя резиденция римского Папа. Все, больше населенных пунктов на этом озере нет. А это озеро само по себе, это кратер вулкана. Понятно? Коля Албания. А закат, вот солнце над Римом, я покажу. Вот Рим вот там, 30 километров. Но это место, оно культовое тем, что именно отсюда древние римляне, когда они еще не были римлянами, спустились строить Рим. То есть они отсюда. Значит, вот это второе место замечательное, оно как раз вот севернее Рима, называется Орвието. Очень люблю это место. Это, оно еще доримское, оно этруское. Там один из семи вот этих сохранившихся древних этрусских городов. Испещрено пещерами, подземными храмами. Здесь древний город, на котором построен средневековый город. Здесь Юлий Цезарь ночевал перед последним походом на Рим. Значит, знаменито еще это место тем, что вот эта скала называется Туфа. И это Туфа, слово, оно доримское, доэтрусское, и именно отсюда пошло слово Туф. То есть вот эта Туфовая скала, это останется борта вулкана, кальдера. Вот я, ну вот как бы вот то, что взрывалось, вот я стою, вот где-то вот фотограф вернее, да, это может быть не я, фотограф стоит вот здесь. Понятно, да? То есть вот это все образовалось в один момент за счет извержения вулкана. Но это было примерно там 15 тысяч лет назад. Будет ли еще такое извержение? Интересно же, да? Но пока очень красивый город, всем советую посетить. Ор-Виета, потрясающее место. И вот как бы интересно, вот все-таки, если бы не было вулканов, то не было бы вот этих пещерных городов, может быть, не было бы цивилизации, может быть, не было бы римской великой империи, может быть, не было бы этой культуры. На самом деле римляне очень многим... Ну, первое, что я заметил, что я там ездил по разным мелким вулканчикам, и вот если... Вот обязательно, вот кругом поля и так далее, но вот как только вулканчик, прямо в кратере построен средневековый город. Ну вот любили римляне строить города прямо в кратере. Может, там теплее, может быть, там аура какая-то. То есть... Ну вот, кстати, вот это еще одна фотография. Вот это та же самая кальдера, видите? Это, ну, огни дороги, вот замок Гендольфа, а вот огни Рима, 30 километров. Кроме того, значит, от Коли-Албании до Рима идет апевая дорога, древнего апевая дорога. Это первая римская дорога, которую они построили. Как вы думаете, почему это первая римская дорога? Первая, вот эта вот классическая римская дорога, потом они уже строили остальные дороги. Потому что именно отсюда был строительный материал. То есть вот эти блоки, это лавовые блоки, и вся мостовая в Риме, и вот эти знаменитые флавиовые мостовые, это все лавовые потоки Коли-Албания. Цемент, который использовался, это истертый туф. Пепперина, которым облицовывали дворцы, это вот, собственно, вот стенка, которая сзади меня. Это вот облицовка римских дворцов. То есть им нужна была первая дорога, чтобы подвозить строительный материал для строительства Рима и строить в том числе другие дороги. А секрет цемента римляне узнали именно потому, что вокруг были вот эти вот туфы. Причем они не очень такие простые туфы, немножечко, ну, трахит латитового состава, извините за неприличные слова. Вот это центральный Рим, да, то есть вот здесь вот Колизей, Колизей, что тут еще хорошего, Капитолийский холм, знаете эти места, да? Граф Монте-Кристо там прятался где-то с кем-то, ну, в общем, каменоломни там под Колизеем и так далее. Вот каменоломни, как ни странно, в известняках, а не в туфах. Но вот здесь вот, например, все холмы, а не туфовые. Вроде бы, вот такая вот страшилка, между прочим. А журналисты об этом не знают. Вот сейчас вот, я три года назад первый раз вот сказал слово Кампли-Флегрея. Вот первый журналист полгода назад ко мне обратился, говорит, о, а есть такой вулкан Кампли. Ну, то есть они его не выговаривают. В основном все спрашивают про Йелустон. А почему, как вы думаете? Потому что Йелустон хорошо изучили американцы. Это единственная причина, почему журналисты про него знают что-то. Но Йелустон, как вы думаете, вот здесь вот, вот эти все цветные пятна, это очень крупные кальдеры. А кальдеры это, ну, если говорить, нет, лучше я не буду говорить, потому что запись идет. Значит, то есть это следы очень-очень-очень крупных катастрофических извержений, которые не десятки кубических километров, как вот мы знаем уже в нашей недолгой истории, а тысячи кубических километров магмы выбрасывали на поверхность. Вот как вы думаете, какой из этих цветных пятен Йелустон? Зеленые, вот это, номер 15. Побеждает номер 15. Есть еще идея? А мне нравится 11. Желтые? 4,6. Ну, видите, то есть много кальдер, да? Ни одно извержение. На самом деле, вот прав молодой человек, желтая Йелустон, видите, здесь вот гейзеры, всякие озера там и так далее. Значит, и вот эти 0,6-2 означают, что здесь за последние 2 миллиона лет было 3 очень крупных извержения, каждое из которых больше тысячи кубических километров. И все говорят, а что будет он, если еще раз извернется? Так он уже извергался столько раз, смотрите, за последние 15 миллионов лет. Ну и главное, что вот место извержения все время сдвигается. Это так называемая горячая точка, которая, вернее, точка-то стоит на месте, Северная Америка все время куда-то налево едет. Значит, так вот, смотрите, в каждом месте одно, два, три извержения. Чтобы, почему? Потому что, если нам надо там 2000 кубических километров магмы, нам надо ее где-то образовать, она где-то должна храниться, то есть как бы нужен какой-то ресурс земной коры, чтобы образовать это количество магмы и потом еще что-то с ней сделать. Так нигде нет больше двух-трех извержений. Вот здесь уже на этом месте было три. Следующее должно быть не здесь, следующее должно быть где-то здесь. Согласны? А когда? Сейчас или через пару миллионов лет? Через пару миллионов лет. Так что расслабьтесь с Йеллоустоном, да? Давайте лучше поговорим о чем-нибудь более серьезном. Вот это Кальдера Тоба, остров Ява. И вот это, ну вернее, это 1000 рупий индонезийских, да? А вот это гугл-снимок Кальдера Тоба, остров Ява. Видите, вот озеро посреди такой Астанец. На самом деле, в книге рекордов Гиннесса именно это Кальдера, а не Йеллоустон. 2800 кубических километров за одно извержение. 2800 кубических километров магмы было выброшено в воздух за одно извержение. 72 либо 74 тысячи лет назад. Это совсем недавно. Это не 600 тысяч лет назад, как Йеллоустон. Совсем недавно. Значит, это на самом деле серьезная вещь. Вот с чем сравнить 2800 кубических километров магма. Вот как вы думаете, а вы здесь люди в основном пришлые или местные? Пришлые. Пришлые. Ну ладно, Москва, город, знаете, там вот за окном был. Не в Москве. Вот если вы, вот сейчас вот есть у нас прекрасное правительство города Москвы, которое рапортует, а перед этим было еще более прекрасное правительство Юрия Михайловича, и строительные программы значит рапортуют о том, что миллионы квадратных метров жилья вводятся в эксплуатацию ежегодно. Да? Знаете? А вот кто может быстро в уме посчитать, а сколько вот всего, и не в квадратных метрах, а в кубических, да, умножить, ну, высоту потолков возьмем 3 метра. Кубических метров жилья в городе Москве меньше одного кубического километра. а здесь 2800. Представляете, вот все вот эти вот Москва-Сити, так, на университет не будем показывать пальцем, и от Москвы-Сити правее, там красненькое что-то за Москва-рекой. Это все, вот все вот эти новостройки и так далее, в которых живут много-много-много людей, это все меньше одного кубического километра по объему. Значит, то есть, а здесь вот ровно столько же может насыпать достаточно маленькое извержение, которое вот было последнее, где я был 2012-2013 год на Камчатке. Просто вот лава вытекла ровно такой же объем. Значит, с чем еще сравнить? А вы знаете вот что-нибудь такое, что человек сделал глобального по объему? Пирамиды, но меньше, чем Москва. по объему? Водохранилище. О, уже лучше. Уже. Что еще? Бомбу. Бомба по объему, знаете, какая? От полутора килограмма. Что? Когда у всей красоты. А, ну да. Нет, это по энергиям, а я по объему, да, то есть энергия у бомбы на самом деле меньше, чем у одного извержения гораздо. Даже банального извержения, любое банальное извержение энергии гораздо больше, чем любые вот эти вот бомбы. Вот карьеры, знаете, там шахты, там карьеры, какие-то огромные белазы ездят по ним. Курская магнитная аномалия, самый большой карьер, по-моему, в России, да, там на Кольском, Мончегорск какой-нибудь еще. Вот если мы возьмем все карьеры в мире, которые есть сейчас, которые когда-либо были, ну, потом засыпаны землей, которые только планируются делать, вот я долго прикрепил, ладно, думаю, что-то мало получается, а давайте я прибавлю сюда не только планируется делать, а которые вообще когда-либо можно будет делать, все разведанные запасы всех месторождений. У меня получилось, что-то около 300, что ли, кубических километров. Понятно. То есть, вот за один присест Кольдера Тоба выбросила, не знаю, столько, сколько цивилизация наша за всю свою историю, обозримую и будущую, еще не сможет сделать. И по каким-то реконструкциям 99,9% человечества на этом деле погибло. Значит, оценивается, я не знаю, это не моя область, это какой-то антрополог написал, что было тогда 60 миллионов хомо, не знаю каких, вот, из которых осталось там порядка 60 тысяч. Хорошо это или плохо? Наверное, плохо. Но вы знаете, что вот все потомки вот этих 60 тысяч людей, которые остались после этого извержения. Причем не только вы. наши китайские друзья тоже. Наши африканские друзья тоже. То есть все расселение началось, вот согласно антропологам, примерно 74 тысячи лет назад. Страшно. Но человечество, смотрите, не погибло при этом. Не погибло. Или погибло. Значит, на самом деле, я хотел такую мысль занести, что вулканизм это хорошо. Потому что вулканизм не только жизнь отнимает, он и дает жизнь. Значит, в принципе, вулканизм, как вы поняли, римлянам помог построить цивилизацию. Вулканизм сделал много чего. Но и сама жизнь, возможно, зародилась в вулканах. Я знаю несколько гипотез таких, ну, отличных от религиозных происхождений жизни. И все они связаны так или иначе с вулканами. Потому что, ну, одна такая, достаточно распространенная, это возникновение длинных молекул в вулканических пепловых облаках при электростатических разрядах. А вторая в горячих источниках, тоже в вулканических областях. То есть, возможно, что если бы не было вулканов, то не надо было бы обсуждать, хорошо это или плохо. То есть, просто ничего бы не было. И, кроме того, значит, есть такой тезис, что если вулканов не будет, если вдруг вулканизм кончится, то и люди тоже на этой планете жить не смогут. В принципе, чтобы понять этот тезис, можно сравнить планеты. Есть три планеты, похожих друг на друга. Это Венера, Земля и Марс. Венера ближе к Солнцу, Земля чуть подальше, Марс еще дальше. Значит, Марс чуть поменьше, поэтому он остывал и дальше от Солнца, поэтому он остывал быстрее всего. Земля, слава Богу, мы про нее что-то знаем, а Венера ближе к Солнцу и примерно такого же размера, как и Земля. Если сравнить, то как бы Венера это наше прошлое, а Марс наше будущее. Вот. Если, значит, в принципе, какой этап? Сначала все, планета делается, потом она быстро-быстро нагревается, а потом долго-долго остывает. Значит, Венера, например, она еще не успела остыть, и вот эти геологические данные по Венере, которые вот геологи смотрят, практически полностью жидкое ядро, мантия и очень тонкая кора. Вся поверхность сплошной вулканизм. Если, значит, на поверхность Венеры садились только советские космические аппараты, и, в принципе, вот безжизненная, безжизненная такая вулканическая поверхность, которая есть сейчас на Венере. Но, что интересно, у Венеры очень плотная атмосфера. А за счет чего она плотная? Именно за счет этого вулканизма. Значит, активный вулканизм дает очень много газов, которые не успевают утекать в космос, остаются, формируют атмосферу. Значит, у Венеры есть шансы. Станет чуть похолоднее, там может появиться жизнь. Значит, про Землю мы говорить не будем. Это вот вулканические формы Венеры. Посмотрите, какие красивые вулканы. Они похожи на земные, только чуть есть так называемая форма лава-дом, лавовые купола на Земле. Но, например, на Земле они там 10 метров, 30 метров, а здесь 30 километров, там допустим 100 километров в диаметре. Ну, это все значит к тому, что атмосфера Венеры в данный момент создается за счет вулканизма. Что произошло на Земле? Земля была точно такой же, как Венера, но только давно, с половиной, 4 миллиарда лет назад. А потом, что-то поменялось в вулканизме и начал меняться состав атмосферы. И в результате появилась такая атмосфера, которая стала пригодна для жизни. Если вулканизм опять поменяется, то, возможно, опять поменяется атмосфера. Значит, вот атмосфера Земли поменялась примерно 1,9 миллиарда лет назад. Ну, условно, она, наверное, менялась много раз. Но вот 1,9 миллиарда лет назад поменялась геодинамика, поменялся тип вулканизма. И, возможно, это привело к той жизни, которую мы сейчас имеем. А вообще, это достаточно регулярно. Ну, вот это, я как раз говорил, что разные гипотезы возникновения жизни. Вообще, мы регулярно имеем некие события, это страшилка, которые меняют вообще состав атмосферы, состав гидросферы и гораздо больше, чем вот это извержение ТОБА. Самое большое из них было, вот, которое, ну, то есть, есть Антон Кьява, Антон Кьява, вот это вот место, значит, оно подводное. А вот надводное, это сибирские трапы, Норильск, Хатанга и так далее. Вот, Красноярский край в основном. 250 миллион, 251 миллион лет назад это произошло и площадь, залитая лавой, была порядка 7 миллионов квадратных километров. Умножаем на 3, получаем объем. Представляете, это уже не тысячи кубических километров, а миллионы кубических километров лавы. Так вот, вот это излияние, оно проходило очень быстро, оно привело к массовому вымиранию. Посмотрите, это так называемое первое триасовое массовое вымирание, 251 миллион лет назад. А погибло не просто сколько-то там особей каждого вида, а просто вымерли целиком виды. Причем этих видов, вот было, допустим, до этого массового вымирания какое-то количество и вымерло ну там по разным оценкам 83% всех видов животных, которые жили в то время на Земле. Это хорошо или плохо? Плохо. А вы знаете, кто тогда жил на Земле 251 миллион лет назад? Я вот, кстати, потрясающее место знаю, я там ходил пешком, ну то есть меня просто вот так вот челюсть, вот все время я ее руками придерживал. Значит, там ниже вот этих трапов осадки, которые отражают вот такое Пермское море, такое теплое, ласковое, мелкое, ну то есть геолог своими глазами смотрит, он может по породам восстановить, что было. Такое теплое прибрежное море, там плескались какие-то животные, там какие-то растения, на самом деле все животные были морскими, а потом бац, лава и после этого никаких животных, да, вот прям вот видно, как вот когда вот снизу вверх идешь, вот как бы как идешь по истории, значит, все, в основном большинство животных были морскими и океаническими, да, и представьте себе, какой силы надо извержения, чтобы животных достало там в океане. Это надо не просто извержения, а чтобы состав воды поменялся, чтобы там животным стало неуютно, они вымерли, но зато это послужило стимулом некоторым животным выйти на сушу и заселить континенты. То есть мы бы с вами не сидели бы, может быть, здесь, если бы не было этого извержения, ну, если бы не было этого события. Но на самом деле таких событий было много, вот, например, 65 миллионов лет назад плато Декан в Индии и та же самая Северная Атлантика и тоже массовое вымирание, динозавры вымерли, вы знаете, да, белемниты и многие другие животные. Некоторые связывают с метеоритом, метеорит вроде попал не в то время. Вот так выглядит вот этот лава, которая залила нашу Сибирь 250 миллион, 1 миллион лет назад. Это посерьезнее, чем Помпея, правда? То есть вот не видно вот, не видно дна. Страшилка, 2 минуты, хорошо. Как будет выглядеть Земля примерно через 1-2 миллиарда лет назад? вот это место, как вы думаете, на Земле? Молодцы, на Земле, видите, деревья растут. А где, кстати? Нет. Значит, даю подсказку, это место, где порядка 2 миллиардов лет не было никакого вулканизма. Это Австралия. И видите, какая земля. На самом деле, европейцы, а перед ним китайцы, не могли колонизировать Австралию, потому что ничего не растет. Бесплодная земля. Вулканизма нет, земля становится вот такой. Про Марс мы пропустим. Значит, и в принципе, я на этом готов закончить. И хотел немножечко рассказать о том, что не попало. Вот геологический взгляд на вещи. Вот, например, что люди смотрят, значит, могут сказать, посмотрев на этих двух молодых людей. Это Камил Спартакович Ахметов. Вы знаете, он писал, ну, он известен Windows для всех, Windows не для всех, он такой Windows для чайников, Windows не для чайников. Такой очень известный компьютерный журналист. А это Алексей Татубалин, суперпрограммист в топ-10 программистов в мире линуксовых. Значит, известен он чем? Он долгое время... А, ну, он сделал Rambler-счетчик в свое время. Ну, Дима Крюков сделал поисковик, а Леша Татубалин Rambler-счетчик. А Apache русский, слышали такой веб-сервер? До сих пор, по-моему, где-то процентов 50 или 60 Apache в России. И концептуальный черный квадрат, где каждый пиксель отвечает к какому-то сайту. Все понятно про этих людей, да? А что их вот геологический взгляд на вещи? Это мои одногруппники. Хорошо. Можно еще тогда три минутки? Да. вот, что я хотел сказать? Второй взгляд на вещи. Ну, понятно, смотрим на картинке все просто. Вот здесь, ну, понятно, что на вулканах таких рек нет, а вот это вот лавопад. Ну, случайно уронили не студента, а какой-то кусок породы. Видите, плывет кусок твердой породы, тяжелой, прямо по лаве. Нормальный человек отойдет. Геолог задумается, а что-то здесь не так. Значит, вот, ну, то есть, понятно, что кусок не тонет. Как измерить, как измерить глубину потока? Придет в палатку, напишет закон вязкости, да, распишет вектора, решит простое дифференциальное уравнение и получит ответ 1,06 метра. Понятно, почему те двое стали компьютерными журналистами и топ-программистами, потому что они имели геологический взгляд на вещи. Значит, вот, из таких вопросов, которые заставляют задуматься, но которые не вошли в сегодняшнюю лекцию. Например, будет ли течь вспененная магма? Интересный вопрос. Почему, что такое пена вообще? Вот можете потренироваться дома. Есть такие потрясающие объекты в столбчатой отдельности. Там вот от лестницы гигантов Ирландия или там вот где-то еще. Знаете такие, да? А как она образуется? А вообще это лава или нет? А как ведет себя магма на Луне и на других планетах? Там же физические свойства другие. Откуда, например, на пляже в Сочи вулканические породы? Вот это последние недели назад я задумался. Думаю над этим еще. Ну, спасибо. 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 Я знаю, наверное, вопрос о инженерах.